Категория беременных женщин В период времени, когда появляется временный, но очень важный орган – это плацента. А кишечные микробиоты оказывают влияние абсолютно на все процессы в организме женщины за счет обоюдной связи с центральной нервной системой, воздействуя на психоэмоциональный статус, на баланс стероидных гормонов, на биоциноз влагалища, на иммунную систему и, безусловно, метаболизм. Микробиоты кишечника – очень важная составляющая общей оси кишечник-мозг. Казалось бы, что общего, но наши коллеги нам уже внятно и красочно достаточно это объяснили. Микроорганизмы влияют на функции мозга с помощью синтезируемых в них нейромедиаторов и других активных веществ, которые поступают в кровь и оказывают воздействие на нервную систему. Изменения в составе микробиота кишечника приводят к изменениям функции мозга, особенно в период беременности. И это важно, потому что мы должны помнить о том, что большинство даже осложнений беременности, с которыми чаще всего сталкиваются, – это угрозы прерывания, различного рода осложнения, связанные с развитием плода. И это мы понимаем уже позже, когда с этим сталкиваемся. Почему? Потому что в кишечнике сосредоточено более 70% иммунных клеток. Нарушение качественного и количественного состава микробиота кишечника изменяет микробный пейзаж, индуцируя изменение баланса между полезной и условно-патогенной флорой. А условно-патогенная флора, она живет не только в кишечнике, но и заселяет влагалище. А особенно это важно, почему? Потому что и та же угроза прерывания беременности, она провоцируется прежде всего дисбалансом гормонов, потому что самый важный гормон беременности – это прогестерон. Когда взаимодействие кишечника и влагалища и нервной системы возникает этот баланс, безусловно возникают изменения, которые влияют на особенности течения беременности. Беременность – это время множества перемен. И не только в осознании самой женщины, что все меняется не только вокруг, но меняется внутри нее. Возникают такие психоэмоциональные перемены, и психологический компонент гистационной доминанты – это самокупность механизмов, которые позволяют саморегулировать это состояние. Они направлены прежде всего на сохранение беременности, на создание условий вынашивания, нормального развития, формирования поведенческих стереотипов и отношения к своей беременности. Еще и Пикур говорил, что поражение плоти влечет за собой расстройство души, а кризисное состояние души – болезни тела. Во время беременности любая сильная мысль или эмоция беременной прямо и моментально влияет на состояние плода. Нами было проведено исследование, точнее сегодня я вам доложу только часть этого исследования, потому что исследование продолжается. И вы же понимаете, что продуктом беременности, скажем, венцом беременности является ребенок, который появляется на свет. И вот тогда, когда мы закончим это исследование, безусловно, будут доложены все промежуточные этапы. А сегодня я доложу только тот этап, который нам удалось отследить. На базе двух клинических лечебных учреждений города Кемерово нами проводилось исследование в амбулаторно-поликлинических условиях беременных женщин, которые были разделены на две группы. В первую вошли женщины, которым с целью восстановления, ну скажем так, психоэмоционального состояния мы предлагали использовать препарат Пан-Биолаг Ментал. И во вторую группу вошло 40 беременных женщин, которые получали комплекс препаратов. Это Пан-Биолаг Ментал и Виталити Фуд Пробио Селекшн. Дело все в том, что один препарат – это психобиотик для коррекции работы мозга путем воздействия на микробиом кишечника, потому что он содержит 13 штаммов живых бактерий и ультраризат трех штаммов бактерий. Бактерии – королевы лактобактерий Реотери, состоящие из компонентов жизнедеятельности живых бактерий, ферментов, витаминов, органических кислот и аминокислот. Синбиотик-метабиотик, который в Виталити Фуд Пробио Селекшн включает все необходимые профакторы для роста полезных бактерий и оптимизации микробиома кишечника и работы желудочно-кишечного тракта. Я уже сказала, и сегодня очень много говорили про эту бактерию, которая является королевой здоровой микрофлоры, самоизученный вид полезных кисломолочных пробиотических бактерий, которые синтезируют фермент Реутерин, который способен подавить или ингибировать огромное количество условно-патогенных микроорганизмов, которые населяют не только кишечник, но и влагалище, при этом не оказывая влияния на синтез и концентрацию других полезных бактерий в кишечнике и во влагалище. Какими были критерии включения в исследование, они здесь обозначены. Дело все в том, что самое главное – это были женщины беременные второго триместра, отсутствие различного рода серьезных заболеваний соматических, это наличие среднего или повышенного уровня тревожности, который оценивался по пяти шкалам, отсутствие признаков воспаления во влагалище и высокий риск развития преждевременных родов или достаточно серьезного осложнения проэклампсия, который оценивается в процессе проведения первого комплексного пренатального скрининга. Критериями не включения, но, соответственно, вы можете их пронаблюдать на слайде, я не думаю, что это стоит комментировать. Какие мы исследовали параметры? Но прежде всего уровень тревожности, здесь вы можете ознакомиться со всеми пятью шкалами, которые были использованы для чистоты эксперимента. Состояние микробиоты влагалища, которое изучалось различными способами, результаты первого пренатального и комплексного скрининга, состояние микробиоты кишечника, которое оценивано по результатам К-программы и бактериологического исследования дисгруппы, также показатели развернутого биохимического анализа в крови и, конечно же, показатели свертывающей системы крови. Что собой представляли наши беременные? Обратите внимание, я не буду подробно вдаваться, но самое главное, это были преимущественно работающие женщины, замужние, с высшим, реже средним образованием, женщины, имеющие практически нормальные показатели менструального цикла и самое главное, в той и в другой группе, это было преимущественно первопеременные женщины. Среди всей патологии, которая была выявлена в процессе сбора анамнеза, в процессе обследования женщин, это заболевания желудочно-кишечного тракта, это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые чаще встречались все-таки во второй группе, это заболевания щитовидной железы и заболевания мочевыделительной системы. Но самое главное, что группы были сопоставимы, они значимо не различались, потому что это женщины были все активного, репродуктивного возраста, и поэтому особой разницы не было. Какие осложнения беременности диагнозировались у женщин на момент вхождения в исследование? Ну, прежде всего, конечно же, это высокий риск преэклампсии, это серьезное осложнение беременности, которое сопровождается полиорганными изменениями, одно из проявлений которых – высокое артериальное давление, появление отеков, изменение ферментативной системы. На что еще мы обратили внимание? Все женщины жаловались на нарушение сна. А еще это достаточно частая жалоба, это синдром раздраженного толстого кишечника, с проявлением запоров. Ну, это достаточно частая жалоба, и кто-то серьезно к этому относится, некоторые доктора могут это игнорировать, но мы этот фактор учли. И, конечно же, рецидивирующая угроза прерывания беременности. Состояние биоциноза. Обратите внимание, уважаемые коллеги, ни у одной из женщин мы не увидели норма циноза. Это не важно, какие здесь написаны показатели, главное, они характеризуют дисбиоз влагалища. То есть все женщины беременные на момент вхождения в исследование не имели нормальных показателей, характеризующих пейзаж, нормальный пейзаж влагалищной микрофлоры. То, что касается действительно микробного пейзажа. Ну, сейчас это все на слуху, и обратите внимание, конечно же, большое количество представителей условно-патогенной микрофлоры, среди которой наибольшее внимание привлекает гарднерелловый анализ и атопобиум. Что это такое? Это микроорганизмы, являющиеся атрибутами бактериального вагиноза. Вот почему так часто нам приходится заниматься санацией влагалища. И, ну, не часто мы получаем стойкий эффект от проводимой терапии. Далее мы исследовали кал. Что же мы видим по исследованию кала и его компонентов? То же самое, ровным счетом. Мы не видим нормальных показателей и компонентов кала. Обратите внимание, дрожжевые грибы, да разве же они должны присутствовать в К-программе? Конечно же, нет. Очень много непереваренных элементов. Оцениваем микробиом кишечника. Что мы здесь видим? Опять. Дорогие сердцу дрожжевые грибы. Большое количество условно-патогенных микроорганизмов. Разве это норма? Конечно же, нет. А чего нет? И во влагалище, и в кишечнике. А нет лактобактерий, нет бифидобактерий. Не будут возникать осложнения? Они, безусловно, будут. И, безусловно, будет повышенная тревожность. Потому что ей будет все время казаться, что что-то не так. И вот этот уровень тревожности, который изучался по пяти шкалам. Обратите внимание, что мы получили. Для чистоты эксперимента все-таки было взято пять шкал. И обратите внимание, достаточно большое количество женщин, у которых уровень тревожности высокий. Если даже он средний, то с тенденцией к высокому. Мы можем рассчитывать на благоприятный исход беременности. Пожалуй, отнюдь. Но бесконечно применяя только медикаментозные средства, я честно вам скажу, как врач. Мы редко добиваемся стойкого эффекта. И становится очевидно, что надо искать какие-то новые пути. Обратите внимание, что мы получили спустя восемь недель. На фоне проводимой терапии у наших пациенток, как в одной, так и в другой, но во второй группе, которые получали комплекс препаратов, значительно быстрее начал восстанавливаться сон. Далее восстанавливается моторика кишечника. Соответственно, уходят симптомы, угрозы прерывания беременности и преждевременных родов. Соответственно, мы имеем возможность снижать патокинетически обоснованную гормонотерапию до минимальных поддерживающих показателей. То, что касается влагалища, наконец-то мы обратили внимание на то, что спустя восемь недель во влагалище наших пациентов появляется прекрасная лакто- и бифидофлора. И не надо бегать в аптеку, покупать различного рода субпозитории, лакто-бактерии. Они плохо воспринимают, когда бесконечно что-то надо закладывать во влагалище. Поэтому как раз на это мы тоже обратили внимание. Появилась палочковая флора. И обратите внимание, изменился микропейзаж в сторону появления наших горячо любимых бактерий. Самое главное, что это начало происходить и в кишечнике. Изменились показатели капрограммы. То есть капрограмма на глазах начала превращаться и приходить к нормальным показателям. И главное, мы увидели эту горячо любимую бактерию Реутери, которая, заселившись, могла подавить условно-патогенную флору, но дать возможность расти своим собратьям и сосестрам. Как мы оценивали уровень тревожности? Спустя 8 недель мы, конечно же, начали понимать, что раз у них восстановился сон, раз они стали говорить, что качество их жизни улучшается, им стало комфортнее, мы понимали, что меняется и уровень тревожности. И обратите внимание, высокого уровня тревожности не осталось ни у одной беременной. Все они плавно переезжают в низкий или средний, но с тенденцией к низкому. И, наконец, исходя из вышесказанного, я хочу вам сказать, что мы на данном этапе весьма удовлетворены полученными результатами, то есть комплексное использование препаратов Pan-Biolag Mental и Vitality Food Pro Bio Selection дают замечательные результаты в отношении, прежде всего, не только восстанавливают работу мозга, восстанавливается микробный пейзаж кишечника, влагалища, что дает возможность нам рассчитывать на долгосрочный эффект, но, открою перед вами большую тайну, что все-таки нам хотелось бы проводить исследование дальше, то есть, как закончится эта беременность, реализуются риски, не реализуются риски, а самое главное – исследовать содержимое кишечника новорожденного на этапе рождения и спустя 3 месяца от момента рождения, то есть во младенчестве. Вот тогда мы будем говорить о том, что мы получили стойкий положительный эффект. Благодарю вас всех за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.